Всем привет! Сегодня еще один необычный расклад. Большой, объемный и очень важный. Конечно же на Россию. На важные события в России. С 2024 по 2032 год. Годы, вернее, включительно, на одной колоде. Но сперва небольшое вступление. Тоже очень важное. Друзья, случайные и не случайные гости моего ютуб канала. Просьба не сравнивать меня с украинскими тарологами. Вы ошиблись канала. У меня за два года сбылось более 300 прогнозов. А что у них сбылось? Что? Смотрите, вернее, слушайте внимательно. Я понимаю, у них сотни тысяч подписчиков. Даже понимаю, почему. Мухи всегда слетаются. Сами понимаете, на что именно. Многим не важно, что у них ничего не сбывается. От слова совсем. Им просто приятно слышать то, что им говорят. Вот и все. Украинские тарологи даже начало СВО не смогли предвидеть, предсказать. Но им приятно слышать, что всем нам скоро придет якобы конец. Что кого-то там зарежут на операционном столе. Что Россия развалится и так далее и тому подобное. Многим сегодня это приятно слышать. И они активно подписываются на украинские каналы. Второй канал. На ютубе. И не важно, что не сбывается. Понимаете, им просто это приятно слышать. Смотрите. Я так не работаю. Старо так нельзя работать. Старо надо работать либо честно, либо вообще не стоит колоду в руки брать. Мой канал на ютубе. Это не консультация. Не сеанс с психологом. Сейчас отключу скайп, а то будут сообщения приходить. Понимаете? Не сеанс с психологом. Я никого успокаивать не собираюсь. Какие карты легли на стол, так я их и трактую. Если вы хотите сказки, каких-то фантастических историй, вам в кинотеатр надо. Сейчас чебурашка идет. Классный фильм. Посмотрите. Это то, что вам обязательно понравится. История со счастливым концом. В реальной же жизни, увы, друзья, все обстоит несколько иначе. Я свою работу с Таро сравниваю с хирургом, король мечей. Вы же, придя на прием к врачу, не хотите, чтобы вас обманывали. Правда? Так и с Таро. Как можно дурить людей, если на столе негативные карты? Меня ведь не только чайники смотрят. Меня другие Тарологи смотрят и активно. И даже пишут мне ВКонтакте. Понимаете? Я не могу обманывать. Не имею права. Да я вообще не приучен к этому. Все. Точка. Лучше голая правда, чем сладкая ложь. И еще кое-что. Слушайте внимательно. С сегодняшнего дня, если вы задаете мне какой-либо вопрос в комментариях, под моими видео, и при этом вы даже не подписаны на мой канал, а определить мне это не сложно, ваш вопрос летит в корзину, а вы сами получаете бан автоматом. Если вы просто в комментариях коротко благодарите меня за расклад, за проделанную мною работу, подписка на мой канал не обязательно. Я вам коротко тоже отвечу в ответ. Пожалуйста. И все. Это первое новшество. Второе. Тоже очень важное. Друзья, я очень рад, что меня смотрят глубоко верующие люди. Часто в комментариях встречаю. Господи, Бог поможет, Бог знает, помолимся Богу, и так далее, и тому подобное. Ангелы-хранители спасут, и так далее, и тому подобное. И дальше, это не все. И дальше, как правило, о СВО пишут. Ну, о войне. Значит так. Слушайте меня внимательно. Друзья, «Если вы верите в Бога, значит, должны соблюдать все его наставления. Если вы верующий, значит, должны были читать святые писания». А что в них сказано? «Не поминай имени Господа Бога твоего в суе», то есть напрасно. Эта заповедь дана, чтобы вы благоговейно относились к Отцу Небесному. «Не поминай в суе», значит, не призывай Бога понапрасну. «Не оскверняйте имя Божие, не творите псевдомолитву». Ведь, поминая Бога, вы призываете Его, то есть молитесь. Если вы считаете себя верующим и не знаете этой заповеди, это плохо. Если вы знаете и не соблюдаете этого, это еще хуже для вас. Вы в курсе, если смотрите все мои видео? На мой взгляд, Человека Божия – единственное верное направление. Я считаю, что человек сам Творец. Он сам Бог. Но к другой вере отношусь с глубоким уважением. Но при условии, что она искренняя и идет от сердца. Если это просто дань моде, если это просто дань моде, не уважаю. Если это просто дань моде, сейчас же модно кричать на каждом углу про Иисуса. Это уже модно. Нет. Если это просто дань моде, я не уважаю. Смотрите, кто начал Исову? Бог, что ли? Так зачем вы все время на Его ссылаетесь? Вы не читали Святые Писания? Вы не соблюдаете заповеди? Это факт. Значит, ни о какой глубокой и искренней вере и речи быть не может. Это все показуха с вашей стороны. Я придерживаюсь иного направления, иных взглядов на нашу с вами жизнь. Но при этом понимаю, знаю такие вещи, о которых только что сказала. Читал и Библию, и Евангелие, и Коран, и многое другое. Надеюсь, вы меня поняли. Не поминай имени Господа Бога твоего в суе напрасно. Это вам бесплатный урок. Все. Теперь к раскладу, к делу. Поехали. Самые важные события в России в... и дальше год. Покажите тремя карты. Инструмент Торо Небо и Земля. 2024. Пятерка кубков, семерка пентакли, восьмерка пентакли. 2024. Пятерка кубков, семерка пентакли, восьмерка пентакли. Итоговый аркан. 20. Страшный суток. Непростой будет год. Тяжелый. Будут потери, неудачи, глубокие разочарования, грусть, печаль и тоска. Проблемы с ресурсами и инвестициями, прибылью. Потеря даже того мизерного в финансовом плане, на что можно было рассчитывать. В эмоциональном плане тяжелый год. из-за каких-либо трагических событий может быть объявлен траур в стране. Но, несмотря на неудачи и потери, кропотливая работа продолжится. В 2024-м стоит ждать встряски обычного образа жизни. Будут глобальные перемены. Много работы, но мало отдачи. финансы, деньги выходят на первый план. Две пентаклевые карты в раскладе. Тяжелый труд. Кто-то погорит на инвестициях. Возможно, безработица. продолжит давать о себе знать. Год несбывшихся желаний, пустых ожиданий, год тяжелого трезвления и разочарования. Чтобы выжить, придется много работать. На одни только сбережения рассчитывать не стоит. 2025-й девятка кубков Король Жезлов шестерка пентаклей. Итога в аркан дьявол. Очень интересный год будет. Смотрите, вижу на картах и воду, и огонь, и землю тоже. Власть будет финансово поддерживать население людей. Финансовые выплаты серьезные должны быть. Сверху Король Жезлов. Сила и мощь. Серьезная поддержка финансово должна быть. И этот год должен быть лучше. Здесь уже эмоциональная уравновешенность, спокойствие, удовлетворение, одобрение. Могут быть очень серьезные пожары в 2025-м. Трудно будет с ними справиться. Наше государство тоже может рассчитывать в 2025-м на финансовую поддержку. Итогово, аркан дьявол ничего хорошего не сулит. Двойное дно. Наша ахиллесова пята уязвимое слабое место это финансы, ресурсы. Под король жезлов он о последствиях не задумывается. Он частенько подвергает риску и себя, и окружающих его людей. Действия его мощные, решительные, но вот насчет последствий это точно не к нему. 2025-й все же год более умиротворяющий, более спокойный в эмоциональном плане. Здесь как бы и пассивность и в то же время активность прослеживается. Пассивная активность. Вода гасит огонь. Если будут где-то какие-либо воспалительные процессы, их очень быстро получится успокоить, привести в мирное состояние, здоровое состояние, снять воспаление. Повторюсь, в целом для страны это более-менее спокойный год. Хотя дьявол полностью вряд ли даст расслабиться, он все равно будет держать напряжение. Какое-то давление все же на власть будет оказываться. Год ярких каких-то деловых процессов, удачных деловых сделок, может быть, проектов, не только процессов. Дела, проекты, крупные, поддержка населения, получение кредитов, займов, удовлетворение всем происходящим. 2026 смерть, восьмерка жезлов, влюбленный, итоговый аркан, отшельник. Год негативных новостей, сообщений, событийный год, много будет событий, больше негативных. Очень быстрые негативные изменения с целью гармонизации отношений, изменение курса, направления, кризисный год, однозначно, волнение, переживание, тревога, поиск выхода из затяжного кризисного периода. Поворотная точка в судьбе с далеко идущими последствиями. Год какого-то выбора. Могут быть серьезные проблемы с каким-либо союзным государством. Необходимость быстрых кардинальных перемен. Год радикальных перемен. Возможно, нам снова придется вершить чью-либо судьбу в этот год. Придется кого-либо спасать, защищать, кого-то принуждать к чему-то нести смерть, разрушение и насилие. Спасая, защищая. А как иначе? Увы, спасая, защищая, придется нести разрушение и насилие. А ничего никак. Возможен в этот год распад какого-либо союза, объединения. К примеру, ОДКБ прикажет долго жить. К примеру, распад какого-либо союза, объединения. К примеру, ОДКБ. Чтобы вы поняли, о чем именно идет речь. Возможно, что-то другое. Такое тоже возможно. Другое какое-то соединение. Понимаете, такое тоже возможно. Два старших аркана в раскладе значимый год будет. Опять придется нам всем столкнуться с какими-либо негативными процессами. Некомфортно будет, неспокойно. Снова почувствуем себя одинокими, изгоями. Душевный дискомфорт во всем. 2027-й. Колесо фортуны принцесса жезлов королева пентаклей. Все снова придет в движение, все завертится, закрутится, как это колесо. Судьбоносные перемены, новости, сообщения, банковская система, большие материальные ресурсы, финансы, деньги. Речь может идти и о больших земельных территориях. Здесь нет итогового аркана, потому что одна карта с числом колесо фортуны. Колесо фортуны смена места жительства. это могут быть и реформы в банковском секторе. Неспокойный год. Ощущение ускоренного темпа жизни, быть вовлеченным в новые процессы, вовлекаться, ввязываться, опять нас куда-то понесет. Опять денежная карта и серьезно, что это? Большие ресурсы, финансы или территория? Какие-то серьезные перемены со всем этим делом в 2020 году. Денежная реформа, новости, сообщения об этом может быть вполне возможным. еще один неспокойный год. Все течет, все меняется вокруг нас. Берегите свои финансы, сбережения. Год каких-то реформ, колесо фортуны, мы смотрим на государство, изменения, реформы, год каких-то реформ, изменений, финансы, деньги, банки, земля, территория. 2028 Маг двойка мечей, пятерка мечей, итоговый аркан сила. 2028 В психологическом плане крайне тяжелый год будет. В нервном напряжении будете находиться. Год каких-то жестких конфликтных ситуаций. Год выяснения отношений с кем-либо. От словесных разборок до вооруженных конфликтов по пятерке мечей. Испытание на прочность. Возможно конфликтная тупиковая ситуация. Активные осознанные действия мага, как правило, аукнутся по всему миру. Сила до защиты или нападения. Усмирить кого-либо. По этим картам высока вероятность вооруженного конфликта, противостояния. в связи с этим и психологически тяжелое состояние. По двойке мечей шизофрения проходит. Здесь явно помогу идея, процесс, контроль, активные действия с целью защиты или вразумить кого-либо, усмирить. Опять жесткий конфликт. Плохие карты. А они могут говорить о каком-либо безумном конфликте. 2029 Начиная с этого года, я стал на каждый год смотреть на 4 карты. 2029 Король Кубков Повешен Императрица Рыцарь Пентакли. Итогов Аркан Дьявол. Это вообще песня 2029 Очередная опа. Ну, впрочем, как всегда. Спокойные года можно по пальцам одной руки пересчитать. Дьявол плюс Императрица Итогов Аркан Это сочетание может говорить о войне. Из-за каких-либо спорных территорий по Рыцарю Пентакли. По этой карте проходят тяжбы, связанные со спорными территориями. Повешены испытания добровольной жертвы ради благих целей. Мира, процветания, гармонии в 2029 точно не будет. Над Императрицей в этом раскладе повешены. Король Кубков повешена Императрица. Договоренность о мире в подвешенном состоянии. Еще и договор к дьяволу. Принуждение к наказанию. Применить мощную силу с целью наказать кого-либо. Коренной переворот какой-то. Скорее всего в политике повешенной. Раз дьявол присутствует, возможно измена, предательство, ловушка, двойное дно, насилие и жестокость, разрушение. Король Кубков плюс повешенный власть переворот. Король власть стабильность в неестественном положении в переворнутом. Король жертва Король плюс жертва по повешенному. Творятся непостижимые вещи. Переворот полностью исключать нельзя. Два старших аркана в раскладе повешенной плюс императрица. Очередной крайне тяжелый год. Если мне память не изменяет, я делал расклад на Путина, это последний год его жизни в 2029-й. У меня есть расклад об этом на моем канале. Да, если не ошибаюсь, там на него несколько колод на 2029-й показали десятку мечей плюс смерть. Насильственная смерть. Десятка мечей плюс смерть. Опять же, если мне память не изменяет, по-моему, да, десятка мечей и смерть. Очередной крайне тяжелый год. А следующий вообще жесть. Стоит ли комментировать карты, которые пришли на 2030-й год? Двойка Пентакли, Пятерка Пентакли, Восьмерка Сила Итоговый Аркан Иерафанта. В 2030-м в России возможно небольшие, на первый взгляд небольшие, не сильно значимые события, однако они будут иметь очень даже большие и серьезные последствия. шаткое, крайне неустойчивое положение, переходящее в бедственное. Год серьезных материальных затруднений, год тяжелых материальных потерь, кризис, безработица, нищета. Депрессивное эмоциональное состояние. Положение дел хуже некуда. Неудовлетворенность всем происходящим в стране. Серьезные испытания на прочность в 2030-м. Что касается высшей власти, потеря единства в стране. Наступают разброд, разлад, неслаженность и шатание. Старший аркан силы в соседстве с негативными картами. Это дурной знак. Государство в этот год может утратить контроль над какими-либо территориями. запомнить этот год. Не только материальные потери, но могут быть и территориальные потери. Инструкции на этот счет. Иерофан. В 2030-м в России могут пройти какие-либо выборы. Этот аркан у меня лично всегда на выборы указывает и на высшую власть. Единство, на потерю единства территорий в данном раскладе. 2030-й пожалуй самый тяжелый год в данном раскладе. Это чисто не только по картам, чисто интуитивно. 2031-й Отшельник Умеренность Шестерка Жезлов Принцесса Пентакли. Итогов Аркан Справедливость Правосудие Поиск какого-либо компромиссного решения Новость чрезвычайной важности и бурное ее обсуждение в дальнейшем. Люди будут обсуждать целесообразность принятия тех или иных решений. По умеренности возможны важные события. Возможность обновления статуса. Некое испытание. Государство проходит через какое-то испытание происходит то, что казалось невозможным. Год тревожных новостей, сообщений, известий, бытовые конфликты, спорные моменты, разногласия, разрешение какой-либо острой ситуации. По шестерке Жезлов не исключая очередного военного похода, либо начало приготовления к нему. Этот год чуть получше, но он все равно тревожный, беспокойный. два старших аркана из четырех. События, которые произойдут в 2031 в России могут войти в дальнейшем, в историю, потому что умеренность это тоже очень интересный старший аркан. В 2031 особо шиковать тоже не получится, умеренность говорит об экономии, а не о роскоши. экономия и компромиссное решение. 2032 Туз Кубков, Восьмерка Мечей, Шут, Семерка Мечей и сбоку на дне колоды Принцесса Мечей. Еще один, друзья, товарищи, крайний тяжелый год, потому что Шут, Шут это всегда очень мощный знак. Восьмерка Мечей нестандартная критическая ситуация в стране. Восьмерка Мечей итоговый аркан здесь башня, еще и башня. Итоговый аркан башня. Восьмерка Мечей плюс башня это сочетание может указывать на ведение комендантского часа в стране. Люди не будут понимать, что происходит вокруг. Будут задавать вопросы друг другу, на ответов на них не будет. Что происходит, как же так, что же теперь будет и так далее и тому подобное. Восьмерка Мечей Шут плюс семерка Мечей. в принципе это самый настоящий приговор для государства. Смотрите, критическое время, плюс оказаться на самом краю, плюс нечестная игра, оказаться в паутине проблем, плюс новый путь, новые направления, плюс предательство, коварство по башне беспорядки в стране. Интуитивно идет такая информация. Людям будет казаться, что они освобождаются от атаков, каких-либо веревок, пут, а на самом деле это дорога с неизвестным концом. И поведут людей за собой предатели, изменники. Смена окружения и занятий через нечестную игру, предательство, хитрость, через измену и коварство. Обманчивая свобода снова вскружит людям головы, как когда-то в начале девяностых. Тревожные новости, известия, сообщения весь год будет держать людей в напряжении. Придется агрессивно отстаивать свою точку зрения, свои позиции. Скорее всего, это очередная попытка устроить революцию в России. Посолить ложную свободу людям и под этим соусом начать все разрушать, разваливать. Реальная угроза для действующей власти через беспорядки в стране, через предательство и измену. Очередной какой-либо пройдоха-безумец, оратор-изменник, поведет людей на баррикады. Не исключаю такого сценария. Шут плюс башня. Новое направление через разрушение всего старого, через падение действующей власти. Умственная слепота плюс неожиданные разрушительные какие-либо процессы в государстве. 2032 и еще один крайне негативный год. Да, пожалуй, в этом раскладе он самый негативный. Бойтесь шута, друзья, особенно если он стоит в окружении негативных карт. Шут это всегда очень мощное что-то и новое. А тут еще и негативное новое получается. Над ним восьмерка мечей критическое время. Нестандартная критическая ситуация. Паутина для мозга. Под ним семерка мечей. Нечестная игра. Еще хуже предательство измена коварства. Вроде все. Конечно же, друзья, в дальнейшем будем более подробно смотреть. Можно сказать, что это такой беглый расклад. Но даже из него можно очень много что выжать. увидите. В будущем будем смотреть более подробно на каждый год на Россию. А на сегодня, пожалуй, все. Ролик по времени и так уже 30 минут. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо. до встречи. встречи. Продолжение следует...